Всем привет! Сегодня проснулись утром, выглянули в окно и так обрадовались погоде. Вчера был целый день дождь, такая темнота, так пасмурно, а сегодня вот такая красота. И главное, знаете, как тепло? Ветра вообще нету. Предыдущие два дня дул очень-очень-очень сильный холодный ветер. Ещё хотела вам показать, что мы сделали. Место отдыха у нас будет под орехом. Мама принесла палеты. Собачки тоже здесь очень любят сидеть. Вот, здесь такая и спиночка есть. Очень удобно сидеть, очень такое на солнышке место. Но когда будут, конечно, листья появятся, будут здесь тенёки, как раз будет и не так жарко. Вот. Собачки прям очень любят здесь сидеть. Эта собачка у нас больше на кошку похожа. Она не охранница, она любит поспать, посидеть, полежать. Малыш целый день бегает в огороде, следит за всем. Это, конечно, больше такая для любви, для радости. Ну да, на солнышке. Переберёмся. Потому что много лука проросло, надо его разобрать. И шелухоль, потом можно сделать грудинку. Один ящик принесу, который, наверное, будет чистый, чтобы не раскладывать. В огороде сейчас сыро, но как бы много чего не поделаешь. И надо заняться такими делами, которые как бы тоже нужно делать. Сюда будем шелуху складывать. Ну, который так немножко отходит. Вот этот лук нормальный, да? Его оставляем. А вот этот, видишь, уже пророс. Он просится в землю, соответственно, мы его будем садить. Положила две перчатки на ящик. Смотрю, одна, где вторая? Собака взяла. Ну-ка, верни мою перчатку. Где моя перчатка? Давай, признавайся. Ой, она просто все ворует у нас. Тапки грызет. Где тут? Где моя перчатка? Ну-ка, признавайся. Куда ты ее делала? Посмотрите, как сильно пророс лук. Ну, это вообще уже перебор. Освободили пять ящичков. Но они у нас были неполные, поэтому такие лежали так рыхленько. И вот приготовили ящик. Ну, не из этого, конечно, из всего количества. Пусть будет зелень. На зелень это хорошо уйдет. Ну, мы приготовили такой большущий мешок. Луковые шелухи. Будем потом делать грудинку. Луковая подушка у тебя получилась. Точно, луковая подушка. Убрал утепление с трубы. Вот теперь уже тепло. Заморосков не будет. Уже можно воду делать. Где-то что-то в огороде можно и поливать. Будет. Потому что стало тепло. Ну, да, такая, как муфточка была на крану. Да, одета утепление. Так, вот. О. Все, вода есть. Ну, вот здесь можно. Здесь же вспахано. Как раз это... Посмотри, как земля прибила ее. Ну, дождь-то какой был сильный. Ну, давай тогда здесь... Здесь, кстати, земля еще удобрена. Здесь же огурцы садила. Здесь хорошая земля и все. Тогда здесь будем, да, лук? Да, да, здесь это... И как раз ходить хорошо, рвать на зелени. Мы же на зелени. Сейчас какое будет испарение от земли. Сейчас так все будет хорошо расти. С осенью-то хорошо, когда, да, вспахано. Только немножко взрыхлите и все. Ой, тяжелый ящик-то. Ну, вот, все. Мы же его садим просто на зелень. На зелень-то его можно и поближе садить. Это так, для еды. Я поняла. На зелень только. Не головка формироваться. Да. А вы губь с перчаток. Ну, да, хорошо здесь все. Летро-пометро. Так. Даже можно поближе. Вот так. Даже можно поближе, мне кажется, посадить. Ну, вот так. Вот так, да. Казалось бы, ну что я тут выходила? Уже все липнет к ногам. Вообще невозможно ходить. Ужас какой-то. Сегодня земляка пластилина. Пластилин, точно. Ужас. Сразу обувь такая тяжелая становится. Да. Спасибо. Продолжение следует... Ну вот, посадила часть. Ещё даже не хватило, придётся там ещё досаживать. Как красиво! Жух такое прям! Удобно будет ходить здесь как раз, рвать лук. По идее, можно было даже здесь дорожки вот такие же каменные проложить. А то, ну уж очень тяжело сейчас ходить в огороде. Мама ещё здесь сделала продолжение, так что закончу посадку лука. Мама, ну чё, всё, можно заделывать. Ну нормальная у нас такая плантация-то получилась. И грядку, и рядышком, с домом. Да. И грядку не надо занимать, это ж такое как бы. И место есть как раз. Отлично. Я всегда в этом месте что-то сделаю. Ну, использую. Здесь, кстати, земля даже лучше, чем вот там в конце огорода. Потому что хозяева здесь всё садили, а в конце у них там кукуруза росла всегда. Отходим, отходим. Отходим. Ну, отходим, отходим. Хочу здесь вот где тюльпаны зайдут. А когда они потом отойдут уже тюльпаны, здесь другие будут цветы растить. А когда они потом отойдут, то есть вот где тюльпаны. здесь у меня посажены тюльпаны нарциссы после них уже будет место здесь свободный поэтому я хочу с точки здесь посадить но я не знаю как они называются просто уже от семена собираю с осени потом так вот уже весной их раскидываю иногда даже не сами сходят но я все равно для гарантии одни как будто отошли другие стали цвести цветы мамы здесь тазики вообще всякие разные цветы чего только нет только она знает что это я вообще без понятия ко мне ко мне иди ко мне иди ко мне хоть лайк на свине иди ко мне мишка ко мне ко мне ко мне иди ко мне ко мне иди сюда иди ко мне ни в какую не идет вообще даже не слышит вот она смотрит на них и все вот и божьи коровки проснулись уже наш только вот-вот раскроется ждем ждем уже всем привет наступил у нас новый день к сожалению сегодня нельзя порадоваться погоде потому что она холодная и пасмурная с чего начинается наш теперь день мы выглядываем из окна и смотрим на наших обеих собачек потому что сюда очень забавно наблюдать за ними вот насчет огорода у нас пока сыровато снова в огороде еще ничего не высохло поэтому мы не можем собственно пока ничего сажать далеко в огороде какие мама у тебя планы сегодня так вот чисто прибраться подмести везде все что-то может где-то еще посажу цветы все равно буду делать все равно вот такая домашняя чисто такая работа сегодня как обычно надо обед приготовить там ужин приготовить ну как обычно сегодня пытались дома снова обучать ее команде иди сюда она вообще не все не хватит лайк на этих свинюк она знаете такое ощущение как будто вот она то хочет то не хочет когда она видит что в моей руке есть какая-то вкусняшка она бегает это не всегда очень не хотя вообще очень я еще думаю может она глухая какая-то я ее зову зову она вообще даже не поворачивается на меня уж не реально проблемы с ушами или с пониманием каким-то ну просто собаки обычно когда ты зовешь они хотя бы хоть как-то реагируют это вообще никак не реагирует пока сыром можно заниматься только посадкой цветов того что близко они сейчас улетят все ветер-то сейчас обсуждаем с мамой где можно сделать еще клумбы у нас такие есть кирпичи и мы их стараемся по максимуму использовать вот что мы хотим сделать с этой клумбой как мы хотим доработать и она как-то не очень удобно ее обрабатывать и вроде бы не посадишь цветочки так ну как-то вот место пустует хочется чтобы одни отцветали другие зацветали тогда что мы сейчас делаем с тобой знаешь я была здесь вот такую клумбочку сделала так бы закруглила бы сделала букву а дорожка вот 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 такая дорожка будет значит мне сейчас я привезу эти кирпичи и можно вот в этом пространстве вот в этом пространстве между розами вот сюда цветы посадить или посеять у меня есть такие которые однолетние вот сюда бы я вот сюда вот посадила бы их было бы хорошо если оценивать чем мы сегодня с мамой занимаемся то у нас ландшафтный дизайн сегодня мы сегодня делаем дорожки мама пересаживает некоторые цветы чтобы можно было более красиво сделать вообще я наверное весь бы огород засадила цветами мне так нравится я все больше больше занимая площади для цветов красота около дома нужно больше больше из этого просто нравится одни отцветают другие зацветают сам не делаешь никто ведь не сделал правильно даже для себя делаешь прежде всего малыша ты хочешь на играть это хочет лежать больше да дай ты мне кость погрызть чё ты меня зовешь играться малыша закира она активно ей хочется больше двигаться а то и лежать смотрит так нехотя на нее конечно это же их общение как она так и да это это нервничает мишка мишка не нервничай выйдет с ней побегай с ней но не хочет она бегать сегодня мишка пойдем Миша-миша選ь их в общем как они не нравятся малыша давай-давай выходи выходи и заходи а то дай полежать дай полежать вот так же люди бывают да их зовут они не хотят они лежат Вот задира, малыша. Не рви тут, Заня, она начала рвать прям. Никогда же тут не рвала. Задира, да, малышка, скажи. На, вот корочку погрызи, иди. На, погрызи. Малышка наша задира не дает ей отдыхать. Он прям зовет ее, а это за ухо, да? А это не хочет вставать. Ну, да. Ну, малыш, она активная очень. Она же целый день, пока бегает, бегает. А та вот сидит все. После обеда наш ландшафтный дизайн продолжается. Решили вот что. Маме немножко не нравится то, что здесь трава. Вот, она сейчас небольшая, зелена красивая, но когда она вырастет, естественно, будет длинной. Поэтому мы что решили? Мы решили убрать здесь траву, немножко потяпать землю и пересадить в кое-какие цветы, которые полностью закроют, собственно, эту грядку, вернее, эту клумбу, и будет у нас такая зеленая лужайка. Это гораздо красивее, чем просто какая-то трава, если будет расти. Эта трава, она круглый год зеленая. Здесь будет дорожка, ну, как бы клумбочка будет зелененькая зимой. Хочется, чтобы из окна выглянула. Круглый год была зелень. Ну, вот у меня такая травка растет. Она такая, круглый год зелененькая. Очень красивая. Вот, я такую хотела. Я ее посадила маленькую, она разрослась. И еще мне вот такая есть трава. Давай покажем. Вот мне тоже нравится. Она пока еще, видишь, потихоньку разрастается. И на среду красиво выходишь, она круглый год зеленая. Вот такую тоже бы хорошо там развести. Может быть, даже не возьмем несколько отводочек и посадим. В итоге решили выбрать вот такие вот, чтобы посадить здесь. Они какими-то усиками, да, что ли, растут? Ну да, оплетаются так вот. Надеюсь, что они приживутся. Приживутся. Они, я вон, одну веточку только мне давали, я посадила. Да, одну? Конечно, да, одну. И этот такой ковер тебе там вырос? Да. Здорово. Их тихонечко так присыпать землей, и все. Зато оно как красиво. Но название ты не знаешь, да? Нет, знаешь, вообще много чего дают. Я это как-то... Не все же знают, как называется. Ну, в общем, если кто-то из зрителей знает, как называется вот это вот растение, которое таким ковром большим стелется, то обязательно напишите в комментариях. Мы вот с удовольствием хотели бы узнать, что это за растение такое. Божья коровка тут. Тепло. А что собака делает? Помогается. Включилась опять, да? Помощница ты наша. Помощница. В общем, решили еще такой ковер тоже. Получается, пересадить и посадить там, где розы. И он так интересно отсоединяется, вот как будто у него такие короткие-короткие корни. Да. Ну, усики такие, прям на усиках держится. За кадром хочу показать, что творит собака. Она все руки мне лежит так. Только давай не камеру мне тут лизать. Лизунья. Помощница наша. Вообще, ты смотри, что она творит. Что она творит с моей рукой? Беспредел. Молодец, молодец. Иди гуляй, иди. Мы пока работаем, иди гуляй. Ну, в общем, берем и пересаживаем. Да. Мишка, ой, 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 да я, ой, я сейчас упаду. Я и так уже упала. Еще вторая. Еще одна подбежала, ой. Меня она тоже сегодня уронила. Я неустойчиво сидела. Да, хорошая ты, ласковая, ласковая. Молодец. Сейчас посидим с тобой чуть попозже. Надо поработать маленько. Она не дает работать. Кошка от собаки убежала и сидит на крыше. Высоко сижу, далеко гляжу. Миндаль тоже уже зацвел. Цветочки есть. Сегодня так как выходной, у соседей снова музыка играет, радио, все в огород выходят. Видите, цветочки какие красивые.